Почему есть площадь победы, но нет площади поражения? Почему в раздевалках не только раздеваются, но и одеваются? Почему в мультфильме про Соквашино разговаривали все животные, кроме коровы? Почему защищать родину в основном берут тех, кто не смог защитить даже диплом? Почему принято обращаться молодой человек только к представителям мужского пола? Девушки что, не люди? Эти и многие другие вопросы в моей голове. Ну а в этом выпуске, ребята, мы поговорим, конечно же, на не самую приятную тему сейчас. Это про вакцины, про ограничения, про локдаун. Но перед этим остановите видео, подпишитесь на канал, поставьте лайк, потому что это можно сделать, даже если у вас нет QR-кода. Все, поехали! QR-коды, локдауны, ограничения, как ты вообще в целом к этому относишься? Негативно. Без них никуда не пускают, так же, как и без паспорта. Паспорт тоже дерьмо, да? Придумали паспорта вообще? Зачем эти паспорта вообще нужны? Вообще непонятно. У тебя есть QR-код? Нет. Мне просто за справедливость, за честность. Я против коррупции. Меня ждут. У тебя свидание? Да. Серьезно? Да. Как думаешь, чем он сегодня тебя удивит? Ничем не удивит. По левому коду только никуда это не ходите? Да, никуда. Левые QR-коды это уголовно наказуемо. Никому не советую. Ты с кем общаешься? А, да вообще со своей женой. Дело в том, что она очень любит ваш ОК Гуревск. Блин, вовсе она прям тащится. Она на громкой сейчас? А, сейчас я ее поставлю. Как думаешь, оригинально называют свою жену в телефонной книге «Моя»? «Моя»? Нет. У тебя просто «Моя» написано. Ну, может лучше «Зая»? Нет? Нет. А я могу сказать «Моя», я же «Моя Гуся». Это же «Твоя». Моя. Моя, твоя. В общем. Не пойму, где она орет. Вот здесь она. Ты погромче говори. Ой, мы в метро, извините, тут связь прерывается. Давай сразу, важно. У тебя с QR-код? Нет. Планируешь или как-то? Нет. То есть ты анти? Анти. А если твоя? Скажут. Я хочу в ресторан. А ей пофиг, она все равно у меня ничего не видит. В общем, со зрением там плохо. Юмористическое же интервью было. Зачем ты начал это? А как она смотрит наше видео? А она у меня как бы... Вырежем. Сука, она слышит у меня, но не видит ни крыла. Зато она не видит твоих недостатков. Да, на самом деле. В ней есть большой плюс, она не видит у меня недостатков. Все, надо заканчивать. Меня зовут Руслан Вакцинашев. Говорим про ограничения. Я вакцинирован. То есть вы не раздумываясь сразу пошли. Достаточно дисциплинированно. Считаю, что вакцинирование – это вещь полезная, нужная. В моем возрасте мне рисковать здоровьем не хочется. Вы посмотрите на всю Европу, на которую мы любим ссылаться, на их демократию, на их законы. Они все прошли через локдауны. А как бороться с вот этими QR-кодами, которые, знаете, липовые? Я бы жесточайше наказывал. Наказывал не тюремными сроками, а лишением диплома и волчьим билетом. А можно попросить у вас QR-код? Чисто мне в торговый центр зайти просто. Нет, конечно. Меня зовут Руслан Вакцинашев, потому что время уже прошло немножко. Прививки про QR-коды вообще ваши к этому отношения? У меня все есть, все сделал, все клево. Горжусь, радуюсь. А какой колол? Все. Все? Все, что было. А у тебя тут тоже есть QR-код? Конечно. Что, врач-то? Левый или нет? Смотри в глаза. Честно. А может быть QR-код вообще везде тогда вести? Ну не только, там, не знаю. Вот пусть девушки не пускают себе в постель тех, у кого нет QR-кодов. Так и было, это еще условие было. А поэтому он вакцинизовал? Да. Такой, я вообще все сделал, все прививки. Пацаны, да, давайте начнем с того, что сейчас по QR-кодам мы тоже общаемся. Предъявите, пожалуйста, ваш QR-код. Так, Давид Дмитриевич. Ну не читаем. Член 15 сантиметров. Не, ну слушай, знаешь, старые люди, они затирают такую тему, то, что вот правительство, короче, там вот эти все дела, санкции, там всякая такая фигня. Ну, а так, либерал вообще, то есть насчет этой темы. Кто хочет сделать прививку, если честно, от нее вштыривает. Как бороться с теми, кто проходит по левому QR-коду, как думаешь? Да мы сегодня проходим по левому. Да, серьезно, все? Не, у меня QR-кода нет, я паспорт подделал. А можно проверить? Смотри, я тоже недавно получил QR-код. Мне просто интересно, как это вообще выглядит, когда сканируют. Сейчас все данные, где же днемся. Что он показывает? Привет ночью. Что там? Что там? Тригея. Знаете, что самое главное в девушках, чтобы она умела готовить, потому что у меня была такая ситуация, когда я встречался с девочкой, она не смогла сварить пельмени, ей 20 лет, и вот, это печально. Ты считаешь, что дочь стыдно? Да, это стыдно, блин. И все девочки, которые там считают, мажорки, что девушка не должна уметь там готовить, да, она не должна, но она обязана, потому что к этому привязана женщина, и она должна это делать уметь. Все, что касается будавухи и так далее. Что должен делать мужик? Он должен научиться зарабатывать деньги и обеспечивать себя. Ну, ты можешь повисеть на линии, если что, это, да, давай, все, он пока там. Все, он висит, да? Да, тусуется. Я работаю на скорой. Самые любимые, наверное, смены, это выходные дни, можно приехать на вызов в какой-нибудь бар, и там же и потусоваться заодно. Тебе звонят, говорят, типа, скорая, срочно выезжаете, типа, он умер, приезжаете, он умирает, ты приезжаешь, там кальян, короче, они говорят, как? Кальян умер, раскурите, пожалуйста. Стриптиз-бар, вот, как-то заезжали, вызвали нас, и мы опять же посидели там. То есть вызвали вас, чтобы вы кайфанули, а потом вызвали вам еще девчонок? Да. А, подожди, там тебе звонили, типа, помогите, такое, повисите на линии. Надо сидеть дома и не выходить никуда, не собираться в большие компании, потому что надо чувствовать какую-то свою социальную ответственность. Поэтому ты сейчас сидишь дома? Не, ну, я как бы не хожу по таким прям сильнолюдным местам. Я уже не боюсь, я много раз болел с прививкой и без прививки. Подходите на баскетбольную площадку, там много народу. Но тебя там не будет, да, потому что ты не собираешься там, где много народу? Когда мы занимаемся спортом, все-таки вирус оттуда уходит. Вот теперь я узнаю российскую медицину. Актуальная тема, ограничения, вот эти все QR-коды, в торговый центр нельзя, в ресторан нельзя. Как вы вообще с этим боретесь? Помнишь, когда нам всем не было 18, мы делали паспорт, что нам есть 18. Сейчас мы немножко деградировали, и наоборот все пошло. Наоборот? Да, делаешь паспорт. Так, значит, тебе есть 18, но ты сделал. А, то, что типа до 18 QR-коды не нужны? Пускают 2 QR-кода. А, да, они же скан проверяют, ты можешь там что угодно сделать. Ну да. А ты же типа выглядишь реально, как будто тебе 12. Но усики у тебя уже торчат, смотри, усики, видишь? Да, я знаю. Как по усикам, ты не палишься? Я сегодня не успел побриться. Можешь словарный запас типа тоже упростить свой. Кек, кек типа ходить так типа. Дэп, дэп, вот так. По моим шмоткам и так можно понять, что мне скорее всего нет 18, по крайней мере морально. Но главное в 30 так не ходи. Я и в 60 так планирую ходить. Серьезно? Да. Так же по паспорту 16-летнего. У тебя 12-й айфон? 13-й. 13-й? Конечно. Проб. А что нужно для того, чтобы у тебя 13-й был? Быть долбоёбом. Да, быть долбоёбом. Ты сделал прививку? Да, одну сделал, первую. Я предлагаю проверить, как влияет прививка на интеллект. Сколько углов в неправильном треугольнике? Ну, три. Кем тебе приходится мама-брата? Мамой. Через сколько лет я догоню тебя по возрасту? Ну, никогда. Получается, никак не влияет прививка? А, ты же только первый сделал. Надо второй сделать. А, кстати, знаешь что? Мы оставим это интервью, потому что я частенько получаю такие вот комментарии. Вот, сам типа, нихера, наверное, сам не знает, с телефона читает вопросики. Давай ты меня что-нибудь спросишь. Ну, давай про покер. Покер на тематике. Покер. Всё? Ну, давай погнали. Покер так покер. Какая масть старше в покере? Ну, туз пик. Окей, смотри, а в какой последовательности дилер открывает доску? Флоп, терн, ривер. Да, молодец. Такие вещи знать надо, я считаю. Давай по старшинству комбинаций в покере. Что старше? Одна пара, две пары или три пары? Две пары, потому что, это я знаю, две пары, потому что комбинации три пары не существует в покере, в принципе. Ну, красавчик. Всё? Я на самом деле не такой тупой, как вы думали, потому что я смотрю самый мощный канал про покер, Сани Афара называется. Ссылка в описании, переходите на канал, там сейчас будет очень много крутого контента. Саня, красавчик. Переходите, подписывайтесь, Афара, три девятки. Ну и как минимум потом, если вас встретит какой-то корреспондент на улице, вы не будете тупить на вопросы, будете уже всё знать. Ну, скорее всего, да. Актуальная тема. А уже снимают? Можно, если странно-стан? Типа рабочая сторона? Да. А у меня тоже рабочая эта. Тогда вот так вот стареть. Как вы относитесь к вакцинации? Так к себе. Потому что я считаю, что она должна быть добровольная. Сделала себе уже прививку? Нет. Правильно ли я понимаю, что у кого-то левенький QR-код? У меня его нету. Я про себя говорил. Ты работаешь в магазине мужской одежды? Да. А что ты можешь посоветовать? Там же мужик должен работать. Мужик же не работает в женском магазине. Ну. Я требую, чтобы в магазине женского белья работал мужик. Пословица-поговорки. На современный лад как раз тему вакцины. Вот это вот всего прививок. Я тебе буду говорить начало, а ты просто что тебе приходит новому говори? Одна вакцина, хорошо? Две лучше. Ты же антипрививщинца, это нормально сказать. По сертификату встречают? С покупками провожают. Не имей QR-код, а имей... Паспорт. А, кстати, здесь подошло бы. Не имей QR-код, а имей медотвод. Да, да, да. Мне просто пришел QR-код вчера. Мне просто интересно реально посмотреть, когда сканируешь, что вылезает. Можешь, пожалуйста, посмотреть? Спасибо. А, все. Все, спасибо. Мы пошли дальше. Все, спасибо. До свидания. Меня зовут Руслан Лагдашев. Снимаем про вакцины, QR-код, то, что вводят ограничения. Ну, допустим, я привился, а QR-код не могу получить. Не пришел еще QR-код? Нет, потому что я прививался на улице, а там что-то, видимо, я не знаю почему, но QR-кода нет. А кто-то подошел просто и говорит, давай прививку сделаем тебе. Ну, давай сделаем. Просто очень доверчивый человек. А алкоголь, кстати, может, слышали, тоже говорили, что не будут продавать без QR-кода. Пусть, пусть не продают. И сигареты бы еще запретили. Поверь, не курим, не пьем, и нам весело, классно. Вот видишь, мы очень веселые. Правильно, вы колетесь на улице, у незнакомых каких-то людей. Мы получаем от Бога удовольствие. От Бога? Да. Будем просто гулять. Чем вы вообще занимаетесь? Вы ничего не делаете. Занимаемся реабилитацией. Помогаем людям, кто в трудной жизненной ситуации. Давайте расскажем о этом. Есть реабилитационные центры, кто зависимый, там, нарко, алко. Мы вот когда-то тоже, кстати, вот были, ну, зависимыми. Людей не убивали? Не, у людей не убивали, слава богу, до этого не было. В крайность просто ухожу. Себя убивали. Себя убивали. Ну, мы же тоже. Тоже люди, получается, у людей убивали. Ну, естественно, да. Классные очки. Спасибо большое. Не, давай вот так, у тебя классные очки, у тебя не очень. Чем сами занимаетесь? Ну, он программист, я работа техник. Ты расскажи нам какой-нибудь инсайт, ты по-любому знаешь, что в будущем вообще будет. Искусственный интеллект у нас не особо пока крутой, чтобы чувак сам ходил, там что-то пылесосил, убирал. Нет, так что думаю, это не скоро будет. Ну, мы и так иногда ходим по улице и спрашиваем какие-то нашкольные вопросы, знания, как бы. Я иногда отвечаю так, как будто искусственный интеллект у меня. Знаете, на река есть пословицы, поговорки. Да, да, да. Как раз вот в тему вот этой вот ситуации, всей обстановки. Я буду вам начало говорить, а вы что вот приходят, но вам просто добивайте. Одна вакцина хорошо? Ну и лучше. Не имей QR-код, а имей. Эй, я бы сказал бы. Скажи, скажи, что хотел сказать, брат. Кореша сфотошопом. Только сегодня пришел QR-код. Можешь отсканировать мой QR-код? Просто интересно. Я так и знал, что там будет какая-то нигде. Это был пранк! Ну, ты успел прочитать хотя бы? Да, триггери переглядываются. Они со скрюни, они узнали правду. Плановая вакцинация в самом разгаре. Кто-то стоит в очереди за спутником Ви, кто-то стоит по лайту. Люди с утра уже буквально терпят все эти ограничения. Специально для новостей ТВ. Сегодня ты сидишь на скамейке, а завтра на шее у родителей. Сегодня ты продаешь мед, а завтра продашь родину. Сегодня ты ждешь зеленый свет светофора, а завтра незапланированного ребенка? Сегодня ты бьешь по мячу, а завтра по лицу любимой женщины? Хватит это терпеть. Запретим волейбол в России. Сегодня ты имитируешь кирпич, а завтра будешь имитировать экстаз? Хватит притворяться. Не экстаз, а оргазм. Извините. Как ты относишься к тому, что какие-то ограничения, локдаун? Как-то они тебя коснулись, эти ограничения? Или тебя в целом ничего не касается? Кто-то касался тебя? Когда-нибудь. За сколько денег ты готова, чтобы мы этот QR-код просто всем желающим? А дать тебе? Прямо сейчас он просто на экране здесь появится. 5500. Давай так на ладошке сделаем и QR-код ставим. Да. Все, вот здесь вот появляется QR-код. 5500 закидываете и пользуетесь. Чем ты занимаешься? Че ты вообще кайфуешь сейчас ходишь? Гуляем, да. Тебя искала. Все это время меня искала. Да, вот ходила по променаду. Сестра. Брат. Побнимемся. Все, а ты одна или с кем-то? С Лизой. Давайте попробуем предугадать какое-нибудь ограничение следующее. Типа девушкам на входе в торговый центр надо будет показывать не только QR-код, но и грудь. Да. Я только что хотела сказать. Как же грудь? И девушки будут заходить по левым грудям тогда? Да. Спасибо, друзья. Прекрасного вечера. Добрый день. А можно немножко, если вы не против, вас немножко отвлечь? Тяжело, да, когда сейчас закрыли все караоке, вот эти вот бары, приходится на улице стоять петь, да? Да, но это уже даже не то, что караоке, а... Да, да, да. Представьте, вы с какой организацией. Вот мы подошли к человеку, поговорили. Судя по тому, что за нашими спинами миллион людей. Есть ощущение, что есть локдаун? Локдауна? Нет. Нет. Я вам говорю, это точно. Женщина, но о чем вы говорите? А, вы не знакомы? Нет. Мы вообще все незнакомые собрались, классно. Нет, я верю, что он существует. Только вы его все не замечаете. Понимаешь? И я в том числе. Такого мужчине замечательного певцом. Женат? Нет. Смотри, если что. Он радует всех. А где вы работаете, если не секрет? Я пенсионерка, я пока не работаю. Вы художник? Да. Речь не о том, о чем речь. О сегодняшнем дне прекрасного. Прекрасно. А что вас не устраивает в сегодняшнем дне? Неправильная постановка вопроса. Давайте что-то возразим. Девушка все устраивает. Конечно. Вопрос задали. Неправильная. Все устраивает. А, вот. Тогда замечательно. Мы рады. Я только не понимаю, о чем вообще речь. Выслушаем эксперта. Что вы считаете по этому поводу? Я считаю, что когда начинаешь снимать уличных музыкантов или просто артистов, это неизбежно, друзья. Не надо переживать. Тем более, не друзья. Что вы считаете по этому поводу, что сказал молодой человек? Вы знаете, я хочу вам сказать. Он красивый. Мы долго его слушали. Мы его слушали очень внимательно. Сегодня вы ждете полтора часа шашлык. А завтра что будете ждать? Пенсию будете ждать год. А что вы добиваетесь из этого результата? Добиваемся из результата? Какого-то итога. Какого? Какого? Вы скажите. А что в вашей жизни сегодня главное? На какой вопрос мне ответить? Подождите. Вы накидали тут сейчас. Вот этим вот своим репортажем. Что вы добиваетесь? Мы сейчас раскатаем на три рубля. На три рубля? У них супер жалейный подкаст. У нас нет столько денег. Ну, не важно. Скажите им, пожалуйста, что вы хотели бы из этого всего получить? А я хотел бы общаться с молодым человеком, а получилось, чтобы общался с вами. Видите, как... Хорошо, это ваш молодой человек. У вас был какой-то принцип подойти к нему и что-то с ним обсудить на сегодняшний день? У нас же брал, а вы нам помешали. А, вот в чем суть. Вы недовольны тем, что мы прервали концерт? Нет, мы нет. Сейчас небольшой антракт просто. Можно за шашлычком обратно? Мы нет. Извините, хватит уже шашлычков. Вот сколько, смотрю, ну хоть бы кто-нибудь что-нибудь бросил ему в корзинку. Вы бросили? Мы бросили. Сколько бросили, если не секрет? Сто рублей. Это не важно. Не, мы о сто рублей. Классно? Могой человек. А все-таки мы от вас не услышали. Ответ на нас вопрос. Каждому мужчине должна быть загадка. Это в женщине изюминка. А у вас загадка. Что вы хотели в данный момент, и что вы снимаете, и что вы хотите получить? Обратиться к людям. Просто обратиться к людям. С чем? С какого повода. Вот, еще один человек. У нас в студии еще один человек появился. Вы за левых, за правых. Вы за кого? Кого поддерживаете в этом диалоге? Поддерживаю всех людей, которые отдыхают сегодня здесь, дышат свежим воздухом. Вы так и не пристались. Какая же ваша организация? Кого вы представляете? Шишел, мышел, взял и вышел. Все, танцуем дальше. Все, танцуем. Не танцуете? Я так не танцуете. А как вы танцуете? Это не уличное танцы. А чем это шоу? Алексей, спасибо за общение в целом. А можно немножко с вами пообщаться, если вы не против? Ой, это же этот курин. Да, это мы. Меня зовут Руслан Прививашев. Снимаем, короче, актуальный выпуск про вакцины, про QR-коды, про ограничения. У тебя как-то они коснулись. Особо не коснулось. Соответственно, прививку ты тоже не делал. А если вот скажут, типа, если хочешь носить оранжевый костюм, скажут, наделай прививку. Все, что ты сделаешь? Ну, будем смотреть, не знаю. И чем занимаешься, если не секрет просто? Танцами. Сейчас мы собрались снимать хореографию. Давайте попробуем. Да, попробуем. Мне нужно пространство. Понял. Как ты меня слил. Окей. Мне нужно пространство. а а красавчик в общем вывод какой был сегодня мы весь выпуск общались на не очень приятную тему ограничения все-таки грустные qr-коды а закончили мы ярко поэтому какая мораль давай скажи мораль от себя просто чё скажешь что так будет живите эту жизнь на полную катушку и подписывайтесь на канал подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии все пока а